Привет, Анелпер! В этом видео мы с тобой поговорим о раскрытии своего собственного потенциала. Это видео будет полезно тебе, если ты чувствуешь, что ты можешь иметь, получать, достигать больше, чем у тебя есть сейчас. Если ты так не чувствуешь, то это видео не для тебя. И в этом видео у нас будет происходить самокоучинг. Я предложу тебе одну простую методику, состоящую из вопросов, которые стоит задать самому себе, для того, чтобы понять свои возможности и усилить свой потенциал. Погнали! Первый вопрос, который стоит задать самому себе, звучит следующим образом. Насколько сейчас в полной мере я использую свой потенциал в процентах? Оцени от 1 до 100% насколько ты сейчас реально чувствуешь свои возможности, насколько ты сейчас себя чувствуешь реализованным. Когда я первый раз делал данное упражнение, у меня получилось всего 10%. Интересно, как у тебя? Напиши в комментариях, что у тебя получилось. Прямо напиши единичка и в процентах, насколько ты чувствуешь, что твой потенциал уже сейчас реализован. Рекомендую делать это упражнение либо в комментариях, либо просто на листе бумаги. Потрать на это видео 20 минут времени и ты найдешь возможности для изменений внутри себя. Сейчас, когда ты уже написал в процентах, насколько твой потенциал реализован, в моем случае это было 10%, Задать следующий вопрос, что мне мешает использовать мой потенциал на все 100%? Что мне мешает реально сейчас быть на 100% реализованным, выкладываться на 100%? И сейчас сравни две цифры. Первая цифра, которая у тебя получилась в первом вопросе, в моем случае это получилось когда-то 10% и 100%. Я нашел очень много вещей, которые мне мешают. Там был и синдром самозванца, там был и страх критики, и мнение окружающих, и много чего другого. В принципе, все, что связано на самом деле со мной, там практически не было внешних обстоятельств. Но мы об этом поговорим немного позже. Напиши прямо сейчас цифру 2, либо в комментариях, либо у себя в своем блокноте, Что тебе мешает использовать весь свой потенциал на 100%? И ты найдешь очень много интересных ответов для себя. Следующий вопрос, который стоит себе задать, чтобы усилить свой внутренний потенциал, Это какое внутреннее препятствие мне мешает использовать мой внутренний потенциал на 100%? То есть, какое внутри тебя есть препятствие? Что тебе сейчас мешает? Это прям очень важно. Отвечай на эти вопросы честно. Можешь не в комментариях. Пиши у себя на листе бумаги. Но будь честным перед самим собой, потому что это путь к раскрытию твоего потенциала. Следующий вопрос будет касаться уже не тебя, а других людей. На сколько процентов свой потенциал используют те люди, которые занимаются тем же делом, в котором я хочу преуспеть? Когда я отвечал на этот вопрос, анализируя тех людей, на которых я где-то хотел быть похожим, к чьим результатам я стремился, я нашел для себя очень интересную закономерность. Что все они используют свой потенциал минимум на 50%, а то и больше 60-70%. То есть, условно говоря, я там хотел быть бизнес-тренером или крутым коучем. На кого я смотрел? Я смотрел на Тони Робинса, я смотрел там на многих других ребят. И там же видно, что они вкладывают очень много энергии, очень много ресурсов своих для того, чтобы быть на этой волне. И для меня пришло осознание. Если я буду также использовать в полной мере хотя бы 50 или 60% своего внутреннего потенциала, значит у меня будут похожие результаты. Как это у тебя? Проанализируй тех людей, которые занимаются тем же делом, что и ты, но значительно преуспели. И подумай, насколько они действительно используют свой внутренний потенциал. Есть ли у них какой-то предел? Может кто-то из них использует свой потенциал на 100%, а может быть на 50%. Напиши в комментариях, с кем ты себя сравнивал, анализировал и насколько те люди, которые преуспели, используют свой потенциал в процентах. Следующий вопрос, на который стоит ответить, чтобы усилить свой внутренний потенциал, начать его использовать в большей мере, чем ты его используешь сейчас, касается твоего ближнего окружения. Задай себе следующий вопрос, что могли бы сделать другие люди, чтобы я наиболее полно использовал свой потенциал? Просто подумай о своем окружении и подумай, что бы они могли делать для того, чтобы твое самораскрытие было более реальным. Когда я анализировал себя и свое ближнее окружение, я нашел несколько вещей, которые оказались для меня важными. Мне было очень важно, чтобы мои близкие ни в коем случае никогда меня не останавливали и не отговаривали от каких-то важных и ценных для меня идей. Это прям очень важно. И я нашел способ донести им эту мысль. Мне было очень важно, чтобы меня поддерживали. Вне зависимости от того, что даже если я иду по неверному пути, мне было прям очень важно набивать свои шишки. Я не знаю, какие нужны тебе ресурсы от твоих близких. Но ты просто сейчас подумай, поанализируй немного, немного потрать на это время. Подумай, что бы могли сделать твои близкие люди, чтобы ты начал наиболее полно использовать всю свою внутреннюю силу. И следующий, последний, завершающий вопрос, касающийся твоего внутреннего потенциала, он тоже связан с близкими. Задайся вопросом. А как я попрошу моих близких делать то, что ты написал в прошлом пункте? Постарайся найти нужные слова, нужные формулировки, оформить задачи, которые именно тебе необходимы для того, чтобы ты достигал наилучших результатов. Для того, чтобы это видео оказало на тебя наиболее позитивное воздействие, очень рекомендую тебе вернуться к нему снова. Все вопросы, которые нужно задать себе и ответить на них обязательно на бумаге. Кстати, это касается не только этого видео, но и почти всех видео, которые ты можешь найти на моем канале. Перечитай эти вопросы, задай их и осмысленно на них ответь на бумаге. Это прям самое лучшее, что ты можешь сделать для себя сегодня и для раскрытия своего внутреннего потенциала. В свое время это упражнение, состоящее из именно этих вопросов, оказали на меня очень сильное позитивное внимание. Я научился оценить себя, я научился быть более активным, я научился следовать своей цели и не бояться пробовать новые подходы, новые действия. Это очень важно, когда ты идешь во что-то неизвестное, это очень важно, когда ты пытаешься сделать что-то новое для себя. Ты можешь проанализировать тех, кто уже успешен в твоей области. Ты можешь проанализировать тех, кто уже имеет выдающиеся результаты. Понять, насколько сильно ты используешь свою внутреннюю силу. Дальше ты понимаешь в процентах, насколько ты можешь еще больше реализоваться. Это тоже очень важно, иметь вот эту внутреннюю шкалу. Инструмент шкалирования это вообще незаменимый инструмент в коучинге. Это тоже очень сильно продвигает. Потому что когда я посмотрел на более успешных тренеров и понял, что они используют свой потенциал на 50, на 60, на 70 процентов. И осознал, что я использую свой потенциал на 10 процентов. Задался вопросом, а что мне мешает и понял, что все, что мне мешает находится на самом деле внутри меня. Я начал сознательно прилагать усилия для того, чтобы это изменить. То же самое можешь сделать и ты. Я в тебя верю, у тебя обязательно получится. И может быть, когда-нибудь после того, как ты произведешь в себе эти перемены, ты вспомнишь об этом видео, вернешься к нему. И напишешь свой комментарий, как это видео изменило твою жизнь. Я в тебя верю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!